всем привет ну вот значит сборочка linux mint cinamon 17.2 одна из самых стабильных запись веду с флешки вот посмотрите здесь четко написано всего 1.89 занято 10.6 и свободно 1.88 второе доказательства пожалуйста вот идем на gparted заводим парольчик это он так на флешку реагирует игнорируем вот смотрим вот я нахожусь на флешке размером 3 целых и 72 сотых гигабайта вот таким вот образом дальше значит что мы можем сделать значит нажимаем программу system bank видите все на русском языке только менюшка была меню загрузочная на английском вот иду на копирование системы потому что я допустим имя пользователя и пароль менять не собираюсь поэтому я так спокойно иду на скажем на так у меня здесь на диске по 30 гигабайт выбираю ее в качестве корневого раздела своп не знаю своп подключится сейчас или нет своп подключаться не хочет да ну ладно мы сейчас своп от монтируем джип артит слоп раздел подключим игнорируем ну теперь должен а надо же обновиться но понятно попробуем так слоп вот видите форматировать и слоп а здесь у нас пойдет на 30 гигабайт установка моей сборки 17.2 скажу вам по-честному это одна из самых моих стабильных сборок вот вот пожалуйста нажимаем на далее значит ну как всегда сделаем регистратор ой какой большой вот так 1321 и там было 12 да ну давайте 1321 12 ну посмотрим сколько времени займет установка настройный сборки linux minson 17.2 скажем так безо всяких этих прибамбахов которые нам любят преподносить 17.3 то есть здесь и сутробут менеджер работает и все программы и обновление сделано и в то же время как говорится сделано все нормально вот таким вот образом значит что хочу сказать об этой сборке вот представьте себе это готовая операционная система на флешке то есть вот сейчас находясь на флешке я произвожу установку я произвожу установку это полностью настроена операционной системы на другой раздел жесткого диска в то же время вот посмотрите у меня у меня ресурсы позволяет я могу допустим пойти в интернет естественно не быстро все таки идет там записям и так далее вот появляется google chrome соглашаемся то есть если вы заведете свои пароль заведете в интернет все вы уже в интернете и можете там пользоваться там поиском по интернету и ради бога и ничего вам как говорится не мешает вот таким вот образом то есть работайте спокойно в интернете дальше значит офис ради бога вот значит офис 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 да вот ради бога электронные таблицы откроем это находясь на флешке причем очень большую часть ресурсов отнимает во-первых программа для записи с экрана и программа копирования значит на жесткий диск вот вам и весь сказ вот посмотрите как оно работает то то есть практически полноценная операционная система на флешке причем значит вот я что планирую сделать это скажем создание авторских сборок под заказ то есть человек может обратиться ему будет сделана сборка вот такая на флешке на которой он сам выберет пароль который ему нужно и имя пользователя которое он хотел бы видеть и плюс значит набор программ значит которые значит так же будут им выбраны и такая флешка будет значит человеку изготавливаться ну там заплатит он немножко ну скажем так не дороже денег и человек сможет ее или скачать или получить по почте там ему вышли флешку могут выслать вот таким образом значит значит то есть вот если кому-то там нет времени там возиться там настраивать и так далее да вот вам хороший вариант пожалуйста посмотрите 24 минуты а было 21 3 минуты там ну пусть 4 шла установка на жесткий диск вот таким вот образом нормально да ну ладно следующая часть значит видео урока я значит продолжу на жестком диске компьютера пока сейчас просто проверемся на секунду итак мы находимся на жестком на разделе жесткого диска куда установили нашу сборку как видите все работает нормально вот всего 30 гигабайт занято там 8 и 9 и свободно 18 то есть еще более две трети свободно ну и тут вот на глаз тоже все хорошо заметно и видно я всегда еще люблю проверяться по джепартиду ну по джепартиду тут еще проще вот пожалуйста вот наша сборочка вот ее размеры 30 гигабайт 9 занято и 20 там свободно вот таким вот образом значит плюс файл подкачки значит он подсоединен ну и здесь тоже видно что файл подкачки значит используется ну пока это самое нечего использовать пока нужды в нем нет вот и все то есть что мы сделали скачали мою сборку записали ее на флешку с лески установили ее на другой раздел жесткого диска и вот теперь мы находимся на другом разделе жесткого диска ну где я сейчас буду делать там свои маленькие настройки это уже роли не играет почему? потому что я вам очень подробно в первой части видеоролика рассказывал о настройках как говорится и достоинствах этой сборки чего как говорится и вам желаю практически ну лично вот на моем компьютере много мне людей отписалось что и у них тоже все встало все работает как часики вот ну скажем так по опыту скажу что из 10 человек ну у 9 человек как правило сборка встает вообще без проблем ладно желаю вам всего доброго желаю провести много приятных часов с этой сборкой потому что она надежная и она будет длиться до 2 тысяч девятнадцатого года поддерживаться так что не вижу необходимости лезть на какие-то там новые версии и так далее вот и будьте внимательны никогда не нажимайте вот на эту вот кнопочку обновить до версии linux мин 17.3 потому что там все таки к сожалению моему большому и к сожалению многих пользователей много всяких несуразностей вот а вот версии 17.1 и 17.2 это скажем так золотые версии linux мин санамона работают стабильно без всяких там поломок надежно и хорошо но все вам доброго до новых встреч до свидания